Окей. То, что мы забыли уточнить, я забыл уточнить. Каким образом Олег попал к вам? Почему он попал к вам? Понятно. Мама его привела к вам. Это типичная ситуация? Нет. Понятно. Давайте не делать это сложнее, чем оно есть. Привела мама. Окей. Мама его привела к вам. Все. Понятно. А? Вы консультанты? Консультант по зависимостям, поведенческий консультант. Человек, который оказывает помощь в любой профессии. Лишь бы это был человек, который каким-то образом оказывает помощь людям, у которых проблемы с веществами. Не обязательно психиатр, не обязательно психолог. Это может быть консультант, может быть социальная работа. Это кто угодно. Может быть семейный врач. Кто угодно. Окей. Одно из первых вещей, что мы делаем до того, как начать, какую бы любую работу. У вас есть, в ваших хенд-аутах есть вот эта страничка. Представьте себе, и я действительно вас бы попросил отнестись серьезно. Представьте себе, что вот в эту секунду, вот сейчас, вы, вот этот Олег, вот этот человек, это вы. Вот это вот образ, просто у вас наверняка, вы видели таких людей, вы, может быть, знаете таких людей. Наверняка у вас в голове существует визуальный образ. Вот представьте себе этого человека, вот сейчас это вы. Вас только что привела мама на прием к консультанту. Потому что мама уже в отчаянии из-за многих вещей. Вот это вот вы сейчас. Как консультант, одно из первых вещей. Когда мы познакомимся, когда мы создадим какой-то, какой-то вид вовлечения. То есть, какой-то контакт между нами существует. Одно из серьезных вещей, которое меня бы интересовало, как человек себя чувствует эмоционально сейчас. Одна из проблем в ответе на этот вопрос состоит в нашем языке. Наш язык очень беден в описании эмоций. И большинство языков с очень небольшими исключениями. То есть, мы ощущаем больше эмоций, чем слов, которые это могут описать. Для того, чтобы, если вы просто спросите у человека, как вы себя чувствуете сейчас, чаще всего вы получите ответ, я нормально, я окей, непонятно, что это значит. Или я себя чувствую так, как будто и дальше люди делают аналогии с действием. Что не описывает точно прямо эмоции, описывает действия. То есть, таким образом можно, конечно, сориентироваться. Но язык нас не очень богат на описание эмоций. Скажем, в некоторых языках китайской группы, мандарин, там есть тысячи слов, которые описывают эмоции. Если вы работаете, я работал в Гонконге, там почти все население говорит на мандарин. Для них это не представляет никакой проблемы. Описать эмоции одним-двумя словами. В английском, скажем, не так много слов. В русском тоже. И в украинском, насколько я знаю, тоже. Наш язык не очень богат на это. Для того, чтобы это облегчить, вот это есть, эта страничка. Здесь всякие эмоции, всякие физиономии нарисованы. Вот я дам Олегу, я только что вам дал. Вы у меня групповой Олег. Я вас попрошу, прочитайте, посмотрите внимательно. Какая из этих картинок больше всего похожа на ваше эмоциональное состояние сейчас? Сделайте. Одна, может быть, две. Я не ставлю никаких условий. Может быть, больше, чем одна. Чаще всего люди выбирают одну, но это не обязательно. Окей, разобрались? Понятно. Значит, сейчас мне стало приблизительно ясно, какой эмоциональный фон, на каком эмоциональном фоне я работаю с Олегом. Для меня это очень важно. Для Олега, кстати, это тоже важно. Но для меня, как для консультанта, это даже еще важнее. Теперь я попрошу, Олег, я еще совершенно не собираюсь, еще не могу работать с проблемой, которой мама говорит, что проблема с веществами, алкоголь, марихуана, может что-то еще. Я просто вас еще не знаю. А для того, чтобы мне помочь, мне нужно узнать о вас больше. Возьмите на обратной стороне вот этой вот страницы с физиономией. Напишите пять вещей, конкретных вещей, которые для вас важны. Может быть, здоровье, деньги, успех, любовь, секс, что-нибудь. Каждого это свое. Пять вещей, которые для вас реально важны в жизни. Вы Олег. Вы сейчас Олег. Вы сейчас Олег. Да, но в любом случае напишите свои ценности сейчас. Вы в любом случае напишите то, что важно для вас, поверьте мне. Просто сейчас вас зовут Олег. Вы так или иначе напишите то, что сейчас для вас важно. А вы не спрашиваете? Написали? Нужны пять. У каждого они свои в какой-то определенной градации. Для некоторых здоровье важнее всего, для некоторых деньги важнее всего, для некоторых успеху дам важнее всего, музыка. У каждого это индивидуально. Вы в любом случае напишите свои личные. Тогда думайте, как Олег. Но вы опять-таки напишите свои личные. Что бы вы ни написали, я это принимаю. Готовы? А теперь у вас в наборе бумажек есть вот такая бумажка. Достаньте ее. Вот тут с левой стороны пять квадратов. Вы помните вчера работу в мотивационном интервью? Я немножко забегу вперед. Мотивационное интервью и когнитивно-поведенческая терапия не одно и то же. Это два разных подхода. Но они очень здорово дополняют один другого. Мотивационное интервью вам дает стиль коммуникации. Когнитивно-поведенческая терапия вам дает контент коммуникации. Это две разные терапии. Они как два кузена, два двоюродных брата. Они разные, но они очень любят присутствие один другого. И у них всегда много фан, когда они собираются вместе. Вот так. Вы достали этот листок? С левой стороны тут пять квадратов. Вот напишите в каждом квадрате, что для вас ценно. Эти пять вещей, которые для вас представляют ценность. Это те же самые, которые вы только что написали. Значит, Олег. Насколько я понимаю, во всяком случае, ваша мама волнуется. Она неспокойна. Потому что по ее мнению, а может быть и по вашему мнению, есть какая-то проблема, связанная с алкоголем и марихуаной. Что, в общем, не редкость. Многие испытывают подобные проблемы. У каждого такая проблема уникальна. Я бы хотел, чтобы вы подумали и написали. Вот те вещи, которые для вас важны, эти пять. С правой стороны этой бумажки. Каким образом употребление веществ помогает вам достичь этой ценности? А каким образом употребление веществ вам мешает достичь этой ценности? Возьмите это, напишите. Где написано слишком много? Зловживание. Зловживание, злоупотребление. Да. Да. Каким образом это вам помогает? Например, я, когда использую кокаин, у нас с подругой секс лучше. Это помогает. То есть это какой-то плюс. Мы говорим о реальной жизни. В реальной жизни оно так и есть. Может быть, это естественно. Естественно. Да. Естественно. Кстати, если мы делаем реальную когнитивно-поведенческую терапию, вот этот шаг я сделаю где-то в конце первой недели, не при первой встрече. Это где-то мы в конце первой недели, может быть. В зависимости от контекста, взаимоотношений, наверняка не при первой встрече. При первой встрече я пытаюсь создать какой-то контакт с человеком. Просто мы процесс четырех месяцев компрессировали до 20 минут сейчас, до тренинга. А теперь я вас попрошу, обернитесь к человеку, который сидит справа или слева, чтобы у вас появились диады, двойки, пары. Вот это то, что мы делаем в когнитивно-поведенческих группах. Обсудите друг с другом и найдите, что исходного. Вы два Олега. Олег номер один, Олег номер два. Вы каждый индивидуальный Олег. Обратите внимание, есть ли какое-то сходство в ваших ответах. Обратите внимание, есть ли какие-то сходство в ваших ответах. Переводи. 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 У вас хороший муж. Продолжение очень. Да, да, пришло. У нас, у меня вопрос, когда нам нужно чек-аут отеля завтра, потому что полеты у нас ночью практически, послезавтра ночью. Вот это было бы здорово. Нам нужно оттуда смыться в 12 завтра или мы можем остаться до вечера, потому что уезжать там нам ночью. Спасибо. 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 В этих случаях групповая работа более эффективна, чем индивидуальная. Хотя, конечно, тоже генерализировать не стоит. Следующее, что мы сделаем в какой-то из следующей сессии, мы сделаем то, что называется функциональный анализ. Функциональный анализ когнитивно-поведенческой терапии мне дает возможность выяснить, что именно происходит до момента, до начала употребления или повторения употребления. Что происходит с мыслями, с эмоциями, в каких обстоятельствах я уже это рассказывал. Для того, чтобы сделать это, мы используем вот эту бумажку. Помните, я им говорил, что мы все пишем. В КПТ мы все пишем. И цель написания это замедлить скорость мышления. Мы используем вот эту бумажку. И я вам скажу, как группе. Вот Олег, мой групповой Олег. Вспомни последние 5-6 раз, когда происходил срыв. Где это происходило? С кем ты был? Мне совершенно не нужны имена. Дай коды людям. Я не хочу, чтобы ты не говорил имена твоих друзей, подруг. Совершенно достаточно, если назовешь чек номер один, чек номер два, номер три. Мне имена не нужны. Мне важно знать, что это один и тот же человек. Или одна и та же ситуация. Возьми и напиши, в какой ситуации это происходило. Какие были мысли, какие были эмоции, что именно ты сделал, чему это привело. Понятно? Попробуйте это сделать вы. Вы Олег. Вот у вас история Олега. Додумайте все остальное. Мы все-таки в тренинге. Последние пять-шесть раз, пять-шесть-семь раз. Последнюю мне нужна модель, повторение. Что повторяется закономерно? Вот там все написано. Мысли, чувства, результаты. Позитивные, негативные. Да. Все запомнили. Все запомнили. Уダем. Прямое. Какие слова, включают сердце. Постоян с dado. Вот же plug Blue 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 Blue, ким Д varitым. Понять? Конечно, вы понимаете, это упрощенный вариант когнитивно-поведенческой терапии, но моя цель не сделать из вас когнитивно-поведенческих терапевтов, а дать им какой-то вкус, что это из себя представляет. А дальше уже, если вы решите, вы уже будете обучаться более подробно, если захотите, как это делать и, может быть, решите это делать. Я бы только не хотел, чтобы вы впадали в религиозное мышление, что мотивационное интервью решит все ваши проблемы и пациентов, или когнитивно-поведенческая терапия решит все проблемы. Такого не бывает. Это один из наиболее частых подходов с хорошей доказательной базой. Пациенты разные, клиенты разные. Для некоторых работают, для некоторых нет. Я когда учился в Лондоне, это в 90-х годах, я там заканчивал резидентуру по психиатрии и по зависимостям. А тогда приехал старый Эрон Бекк, приехал в Лондон и читал лекцию. Я его хорошо знаю, да. Он до сих пор продолжает обучать, хотя он уже старенький и сидит в кресле. Но я его хорошо знаю. Он профессор в университете в Станфорде. Это один из наших университетов калифорнийских, не так далеко от того места, где я живу. И вот приехал Бекк, он тогда еще был бодрее. Он умница, и у него превосходное чувство юмора. И вот там был коллега, откуда-то он приехал, где-то из Британии, по-моему, Шотландии, но не из Лондона. Был коллега, который был совершенно помешан на когнитивно-поведенческой терапии до степени религиозности, что, в общем, не очень помогает, как любая крайность. И вот он встал и задал вопрос. Доктор Бекк, я хочу у вас спросить. Вот у меня есть больная, у нее параноид. Она считает, что на каждом доме, на каждом автобусе в Лондоне пишут ее имя. Это пишут со зловредными намерениями. И что таким образом мне подают сигнал, что ее хотят уничтожить. И он говорит, что я когнитивно-поведенческий терапевт, и я использую когнитивно-поведенческую терапию для того, чтобы как-то это коррегировать. Несколько раз я ее выводил на улицу вместе со мной. И спрашиваю, вот где, покажи, где на домах, где на автобусах, где написано твое имя. Она говорит, да, они знали, что мы выйдем, они его стерли. Сейчас, когда мы вернемся обратно в клинику, они снова напишут. Вот скажите, что я могу делать когнитивно-поведенчески для этой пациентки? И Эрон Бекк, моментально, не задумываясь на секунду, сказал, я бы вам советовал сказать и принимать лекарства. Принимать лекарства. У каждого метода есть свои ограничения. Каждый метод работает для определенного вида людей. Окей, написали вы это? Написали. То же самое задание. Поговорите с вашим партнером, найдите что общего. Чем помогает, чем мешает. У вас две минуты. Спасибо. 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 На одной из следующих сессий, это уже где-то будет к середине всего процесса КПТ, то есть прошел уже месяц-полтора, Олег согласился с вами работать, началась работа в группе, как в любой группе, там группы начинаются, группы начинаются. Группы живут по тому же принципу, как и любой человек, новорожденный, ему нужно много заботы, много внимания, там терапевт в основном активный, занимается группой, потом группа начинает расти, начинается то, что называется челлендж, группа начинает челлендж терапевта, точно так же, как тинейджеры, подростки дома, наши дети, они нас начинают тестировать лимиты, тестировать границы, точно так же и группа делает, не опытные терапевты обижаются, а опытные радуются, потому что это значит, что группа растет, группа развивается, а потом уже к концу группы, в группе появляется тревожность, появляется страх, потому что люди знают, что придет конец, группа не вечна, помощь исчезнет, нужно как-то справляться уже самому, тогда терапевту точно так же, как с старыми людьми, они нуждаются в нашей помощи, точно так же терапевт становится активным. В когнитивно-поведенческих группах это закономерность, которая практически 100%, терапевт наиболее активен в начале и в конце, а потом нужно отступить назад, слушать и не особо выступать, дать этой группе работать. В один из моментов, где-то к середине, я попрошу всю группу использовать вот этот хенд-аут, Аня вам его вчера показывала, это баланс принятия решений. Баланс принятия решений это инструмент, который пришел из когнитивно-поведенческой терапии в мотивационное интервью. Вот сейчас уже прошел месяц-полтора, мы проработали, мы чего-то достигли, мы нашли паттерн, нашли модель, по которой появляются эти срывы закономерно, мы нашли что общего в группе, а теперь, используя стратегию мотивационного интервью, я сделаю совершенно ясное заявление, в конце концов это ваша жизнь, это не моя жизнь, это ваша жизнь. И вы вполне в состоянии принять решение в одну или в другую сторону, и я могу соглашаться, могу не соглашаться, но это в случае не имеет никакого значения. Я буду уважать любой выбор, даже если я не согласен, я буду уважать ваш выбор, как и уважаю сейчас, но для меня важно узнать, а каков этот выбор. А для того, чтобы вам помочь сделать какой-либо выбор в любую сторону, подумайте, или я могу вам это дать как домашнее задание. И послезавтра, когда мы увидимся, мы вот это обсудим. Какие плюсы, позитивы того, если вы решите что-то изменять? Что негативно, если вы решите что-то изменять? Например, если вы решите бросить курить, наверняка вы себе будете чувствовать первую неделю-две крайне неприятно. Это негатив. В чем позитив, если вы вообще ничего не меняете? Если ставите как есть, что будет позитивно? Что будет негативного, если вы оставите как есть? Посидите, подумайте, напишите. Я вам дам минуту, попробуйте это сделать сами. Вы все еще Олег. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Второе, я понял систему ценностей, когда вы использовали вот этот хендал, систему ценностей, в чем плюс, в чем минус обоих решений, продолжать или не продолжать. Потому что наверняка есть и то, и другое. И это уже тоже знаю. Сейчас, исходя из того, что вы идентифицировали как модель срыва и модель повторяемого употребления, мы поймем, какие ситуации являются высокорисковыми. Остаться одному, быть с твоей girlfriend, иметь много денег, слушать музыку, запахи, запахи могут быть тоже. Эмоциональное состояние. Между прочим, эмоциональное состояние, которое может быть триггером, совершенно не означает быть грустным. Вдруг большая радость тоже может быть триггером и в одну сторону, и в другую. Влюбленность, может быть триггер, влюбленность вообще отвечает всем критериям эффективного психоза в любом случае. Для каждого человека это индивидуально, это настолько индивидуально, что вы себе не можете представить. Поэтому я не могу вам сказать, что является вашим триггером. Как раз наоборот, вы мне скажете, когда вы заполните эту бумагу. А вы заполните эту бумагу или в течение группы, или, если человек очень импульсивный или не хватает времени, лучше это иногда дать как домашнее задание и рассмотреть на следующей сессии. Сейчас я знаю, с чем я работаю. Я знаю, какие появляются автоматические мысли у Олега. Когда Олег всю неделю удержался, и в пятницу вечером приехала его girlfriend из Винницы. И он жутко обрадовался, потому что он очень ее любит. И он решил, я куплю бутылку шампанского, нам надо отпраздновать. А у Олега проблемы с алкоголем. И у него еще и была марихуанка. И бабам, в субботу утром у него большая проблема. Там уже не до любви. У него срыв. И уже появляется куча серьезных проблем. Как только я это установил, мы начнем выяснять, какие замечающие мысли группа и сам Олег могут ему подсказать. Не я. Потому что вот эта замечающая мысль должна быть генерирована ими, клиентами, а не мной. Как только мы выяснили это, мы начинаем репетировать. Вот вы girlfriend, а вы Олег. Давайте сыграем встречу в пятницу в 6 вечера. Вы только что приехали. Мы сейчас этого не будем делать, у нас нет времени. Но это то, что мы сделали. Вы только что приехали из Винницы. 5 вечера, Олег в жутком кайфе, он очень рад, потому что предстоит романтический вечер. Давайте все это сыграем. И посмотрим, что можно сделать для того, чтобы избежать высокого натиска вот этого крэвинга. Путем вот этих... Сама группа все играет. Сам Олег играет Олега, да. А кто-то в группе играет girlfriend. Да. А когда это случалось, когда случаются вот такие ситуации в зависимости от паттерна, важно мы знаем, в какой ситуации, при каких условиях, какая ситуация является рисковой для вот этого серьезного интенсифицирования крэвинга и вот этого желания тяги. Когда это мы выяснили, тогда мы используем еще один документ, который был здесь, но я сейчас его не вижу, но я его сейчас найду. Сейчас его найду. Это тоже очень важный документ, который желательно иметь письменно. Называется он emergency plan. Посмотрите, он у вас должен... Аварийный план, совершенно верно. Вот. У вас есть аварийный план? Вот так. Как только мы определили, в чем состоит триггер, каждый участник группы создает для себя письменно аварийный план. Но, если это случится, если я снова ощущу вот это непреодолимое влечение в ситуации, которая высокорисковая, вот что я сделаю с этим. Коллеги, релапс, рецидив начинается задолго до того, как случается употребление. Рецидив случается в голове. Рецидив случается в когниции, а уже потом люди употребляют. Именно поэтому рецидив прогнозируем. Его можно предвидеть, его можно остановить. Одна из возможностей это создать работающий, работающий, реалистичный emergency plan, аварийный план. Каждый Олег в группе, каждый клиент в группе такой план создаст. И опять-таки это не имеет никакого значения, какое таргетное поведение. Это может быть алкоголь, это может быть неприятие мужчин после травмы, это может быть неприятие сильных шумов после военных действий, потому что люди очень чувствительны к шуму. И у них моментально стартерный рефлекс, они спать не могут. Это может быть все, что угодно. Процесс остается тем же самым, только таргетное поведение меняется. В нашем случае это алкоголь или отказ использовать медикаменты, АРТ или метадон или что-то другое, что тоже серьезная когнитивная проблема. Там явно есть когнитивное нарушение, которое приводит к проблематичному поведению. Принцип будет то же самое. Как только у меня появилась первая мысль, что я больше не хочу принимать эти лекарства, я хочу поехать с моей girlfriend во Францию. Это очень хорошая идея, но поехать во Францию можно, принимая лекарства в то же время. Попробуем это отрепетировать, для того, чтобы не случилось срыва и не было проблем. Вам становится понятно? Вот это вот из себя представляет когнитивно-поведенческая терапия. То, с чего я начал. Любое поведение, которое представляет проблему, за ним стоит проблемное мышление. Если я не разберусь, в чем состоит ошибка мышления, я никогда не смогу повлиять на поведение, сделать его менее проблематичным, более функциональным. Как только я знаю, где находятся ошибки мышления, мы с моим клиентом придем к новому мышлению, к вторичному мышлению, к заместительному мышлению. Потом мы это отрепетируем в новое поведение, для того, чтобы оно закрепилось в мышечной когнитивной памяти. Вот и вся задача. Стало вам понятно, что такое, что из себя представляет КПТ? Да. Сто процентов. Да. Да, абсолютно сам. Для себя. Каждый отвечает за себя. Он его защищает в группе. То, что в английском называется bullet proof. Да. Угу. Да. 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 Очень правильно. Конечно. Конечно, может быть. Если он хочет, да. Я ни на кого не использую никакой натиск. Я просто задам вопрос. Если ты создал план, вот в этой ситуации, когда наросли эмоции, и ты весь кипишь и горишь, и ты боишься, что этот план не выполнишь. Что может случиться, если ты решишь его не выполнить, и что тебе поможет для того, чтобы его выполнить? Мне поможет, если я позвоню Васе. Хорошо, давай попробуем позвонить Васе, если он согласен. Да. Это ваш выбор, это не мой. Справится он с этим или нет, это другой вопрос. Если же нет, то нет, тогда будет рецидив, тогда мы будем работать с этим снова. Тогда да. Рецидив может случиться, он может случиться даже с самым успешным пациентом. Продолжительность. Типичная когнитивно-поведенческая терапия продолжается 36 сессий, распределенные приблизительно в 4 месяца. В зависимости от таргетного поведения, если количество дисфункции или степень дисфункции большая, это может продолжаться дольше. Это хороший вопрос. В Америке очень смешанная система оплаты. Есть люди, которые покрыты общей застраховкой. Там есть стандарты, есть протоколы. Тогда все будет идти по стандартам. Это отнимет 36 сессий около 4-4,5 месяцев. Есть этот человек, который ветеран, у нас есть ветеран, ветеран администрейшн, который занимается ветеранами, им все оплачено. И там длительная сессия будет такая, как необходимо клинические. Там не будет ограничений. У людей, у которых правит иншуранс, там все тоже будет совсем иначе. Там нет одного способа ответить на ваш вопрос. Он получит реабилитацию даже и в тюрьме, если это необходимо. Но это не всегда так. Вариант существует, да. Это верно. При ненасильственных преступлениях, связанных с наркотиками, есть система так называемых diversion programs. Когда люди выходят из системы правосудия, идут в diversion. Не колоссальный эффективный способ, но он работает для многих. Есть и такие, да. Но это я уже понял, да. 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 Я это понимаю, это проблема системы. Это не проблема клиническая. Проблема системы. И тут, к сожалению, у меня никакой возможности повлиять на это нет. Да. А я, слава Богу, честно говоря, в этом не живу. Когда-то я сделал свой выбор и рад, что его сделал. Но я прекрасно понимаю вашей реальности. У меня нет ответа на это. Элла, вы знаете, что я, по-моему, я прекрасно понимаю реальность, но, по-моему, еще нет, я могу ошибаться, может быть, я ошибаюсь. Но, по-моему, у вас еще нет оснований для катастрофического мода или катастрофического мышления. И вот почему. Есть ряд очень серьезных исследований, которые показывают, что короткие когнитивно-поведенческие интервенции могут оказываться иногда точно так же эффективны, как традиционные 4-месячные 36 сессий. Короткие 4 до 6 сессий. Если вы посмотрите, например, Matrix Model, это модель когнитивно-поведенческой терапии для людей с проблемами с амфетамином. Там, где медикации вообще никаких нет. Matrix Model, это комбинация когнитивно-поведенческой терапии и подхода, который называется Contingency Management, но я не знаю, как это перевести на русский. Это система вознаграждений. В этом случае количество сессий значительно меньше. 4 до 5 сессий с опытным клиницистом иногда и дольше, но не 36. Есть разных вариантов. Делайте, что можете. Это лучше, чем ничего в этом случае. Сделайте, что если у вас есть оплата, есть возможность на 3-4 сессии. Даже в этом способе работы клинической вы можете использовать эти инструменты, просто все ускорится значительно, но я совершенно не убежден, что это отразится негативно на качестве. Возможно, да, но далеко не всегда. Может быть и нет. Ладно. Нам надо закончить teach-back. Спасибо. Вам стало немножко яснее, что из себя представляет КПТ? Да, Саша. Это очень хороший вопрос. Это мама и ее отношения. Это хороший вопрос. И опять-таки, однозначно у меня ответа нет. Одно из того, что я наверняка бы сделал, мы бы исследовали систему взаимоотношений между обоими. Иногда, если там взаимоотношения партнерские и как-то достаточно здоровые, я бы ее использовал в этом процессе как можно больше. Иногда, к сожалению, наши мамы создают такие проблемы, и они настолько дисфункциональны, что лучше их держать подальше друг от друга как можно дольше. Но для того, чтобы принять это решение, нужно это измерить. Такие возможности существуют. Это можно измерить инструментально, объективно, и тогда уже принимать клинические решения, включать маму или не включать маму. Это, опять-таки, это... Очень может быть. Очень может быть. Иногда стоит это делать, если это семья, которая функциональна. Я вам дам пример, коллеги, вот в этом отношении. Посмотрите, я вам дам два пациента, реальные пациенты. Один... Я очень часто даю этот пример. Один пациент, ему 40 лет. Последние 10 лет он использует опиаты внутривенно, каждый день. Некоторыми днями несколько раз в день. Вот это один пациент. Другой пациент, пациентка, молодая девочка, ей 20 лет. Она... Никогда у нее не было инъекционного употребления. Она пьет алкоголь, она курит марихуану, иногда, если попадаются амфетамины. Никакого определенного паттерна. Это не происходит каждый день. Вот. Теперь вопрос к вам. У кого, как вы думаете, тяжелее зависимости? Какая вам нужна информация? Вот. Вы правы. Вы правы. Ну, да. Вы правы. А история, если я вам дам больше информации, тогда станет яснее. Мужчина, которому 40 лет, и который последние 10 лет инъекционно использует опиаты, он очень хороший хирург. В Лос-Анджелесе работает в отличной больнице. У него превосходная репутация. Он живет с женой. Детей у них нет. Она очень не хэппи, она знает об этой проблеме, она совсем не радуется этому, но она готова помогать. Она сотрудничает, она сотрудничает с терапевтом. У него никаких проблем со здоровьем нет. Его никогда никто не арестовывал, пока его не поймали. У него отличная репутация. У него 400 тысяч долларов зарплаты, он живет в роскошном доме в Беверли-Хиллз. Вот эта ситуация. Девочка, о которой я говорю, ей 20 лет. Ее выгнали из школы, у нее был конфликт с родителями, ее выгнали из дома. Денег у нее нет. Она использует алкоголь, марихуану, иногда амфетамин, если попадется. Она проституирует, сейчас она беременна, непонятно от кого, живет на улице под мостом, суицидально, депрессивно. Вот такая ситуация. Когда я вам дал больше информации, у кого тяжелее проблемы? Естественно, у нее. Если вы будете подходить с точки зрения терапии, в том числе когнитивно-поведенческой. Для хирурга последнее, что я бы хотел делать, это класть его в больницу. Он функционирует, он функционирует хорошо. У него степень психосоциальных... Я не знаю, сознает он, не сознает. Это ассамшн. Вы сейчас делаете допущение. Это может быть да, может быть нет. Но в случае с медиком, я бы моментально предложил начать метадон, если система, или бупринорфин. Я бы моментально использовал ресурсы жены, включил бы его в семейную терапию. Я бы моментально дал ему постоянную задачу не уходить с работы, а продолжать работать, потому что это тот способ, который он функционирует. Я бы его не отделял ни от чего, просто ему помог семейно, и может быть немножко с медикаментами. Для нее этот подход будет работать? Конечно нет. Может, кстати, я бы ему предложил когнитивно-поведенческую терапию тоже, вместе с женой. Раз она настолько саппортив, подкрепляющей. Для нее наверняка это не будет работать. Там вообще проблема не в веществах. Там ей нужна терапевтическая сообщественность, где она будет жить под какой-то крышей полтора, год-полтора, пока все это дело не нормализуется. Ей нужна помощь для депрессии, ей нужна дородовая помощь, потому что она беременна. Ей нужна стабилизация какая-то финансовая, эмоциональная. Там на вещества я бы особо внимания не обращал, там совершенно в другом месте проблемы. Вот таким образом я бы принимал решение, Саша, о чем вы спрашивали. Да. Конечно, можно. Это, кстати, так и делается. Для пациентов с диабетом, для пациентов с гипертонией, с астмой, с некоторыми видами, формами рака. Это как раз то, чему у нас семейные врачи обучены. Они очень хорошо это делают, как только они видят то, что называется treatment non-compliance, когда пациент начинает открыть. Вот семейные врачи именно это и делают. Кроме того, у большинства семейных врачей у нас, они чаще всего дружат с клиническими психологами или социальными работниками, которые умеют это делать. То есть самому врачу на это... Да. Да. И даже если семейному врачу нет времени, потому что они очень занятые люди, если у них самих нет времени, они тут же делают реферал, отправляют к клиническому психологу, социальному работнику или еще кому-то, кто разбирается в поведенческой терапии, тогда они это делают вместе. Но это тот же подход, который работал бы у любого пациента с практически любым видом дисфункционального поведения. Таргетное поведение будет отличаться. Принцип будет тот же самый. Я ответил на ваш вопрос? Хорошо. Все можно сделать при желании, все можно сделать. Просто надо сесть, хорошо подумать о дизайне. Как к этому подойти, можно все сделать. Даже в этих условиях. Я создавал терапевтические программы в тюрьмах в Нигерии. Если вы думаете, что тюрьмы в Украине плохие, тюрьма в Нигерии – это визуальное представление ада. И даже там это получилось. Они до сих пор работают. Даже там получилось. При определенном дизайне, при работе отнимают время, отнимают мышление, шаги, как это сделать. Но это можно сделать. Все можно сделать, если хорошо подумать, как. К сожалению, у нас огромное количество энергии уходит на то, что мы пытаемся ответить на вопрос, а почему этого сделать нельзя. Половина этой энергии помогла бы для того, чтобы придумать, как это решать. Окей. Спасибо. Юля, будем делать... Закончим teach-back? Окей. Следующая пара. Спасибо. Спасибо.